Будь смелой, будь красивой, будь собой! С 10 по 12 марта состоится ежегодная женская конференция «Bold and Beautiful» с участием пастора Ольги Музычук. Он сотворил тебя, чтобы ты была тем человеком, на которого бы люди могли посмотреть и увидеть в твоих глазах, в твоей жизни, в твоем поведении. Они могли увидеть Иисуса Христа. Пастором церкви Хилсонг более 20 лет и ныне пастором церкви Динамо Верой Косевич. Когда люди смотрят на меня, они удивляются, почему я всегда такая живая, энергичная, веселая. «Боже, Вера, у тебя, наверное, проблем в жизни нету, у тебя нет ни голода, ни жажды, ни засухи». Друзья мои, знали бы вы мои засухи? Я просыпаюсь утром и говорю, «Бог, поливай меня». Эй, когда Бог поливает, потом расцветает твоя душа, расцветает твое настроение, расцветает твое отношение, расцветают твои слова. «Бизнес-леди» Светланой Спиваковой. «Оставайся в той земле, где я говорю, что я тебя благословлю, даже если мы совершим ошибки. Он не на это будет смотреть. Он не на это, не твои ошибки будут кричать к нему, но твое послушание, твоя верность будет говорить ему о том, благословлять ли тебя или нет». И Мисс Вашингтон-2014, Элисон Роу. Регистрация на сайте церкви mcg12.org или по телефону 916-430-0500. Для нас привилегия, что мы сегодня можем сразу перейти к теме и принести вдохновение каждому человеку, ну, больше, конечно, женщинам, ввиду того, что впереди у нас огромное событие женской конференции. Но главное наше слово, даже не женская конференция, а то, насколько Бог заинтересован в том, чтобы каждый человек, и особенно женщины, они раскрыли себя у Бога. Потому что, как Библия говорит, что первоначальное бытие, первая глава, 27 стих, когда Бог творил человека, Он сотворил мужчину и женщину сотворил их. То есть первоначальный Божий план в Эдемском саду всегда был одинаково как для мужчины, так и для женщины. Я знаю, что с годами вырабатывается такая мысль или такая позиция, что вот мужчина – это точно образ и подобие Бога, а вот женщина – неизвестно. И часто женщины меняют, о, они много говорят, это же женщины, и как бы пробуют показать, что это как будто какой-то недостаток. Я всегда говорю, что нет, Бог тоже много говорит. Посмотрите на Библию, какая она толстая. Это все Божье Слово, и это все говорит Господь. И когда Бог сотворил женщину, и она много говорит, конечно, не то, что она говорит, то это, ну, как бы плохо. Плохо, если она не по делу говорит. А то, что она говорит, это есть отражение Бога. Поэтому сегодня мы хотим сделать ударение и фокус на то, что женщина – это есть образ и подобие Божье, и она создана Богом быть сильной, смелой, ну, по-женски, конечно, сильной и смелой, и, конечно же, красивой в Боге. И без Бога это, конечно же, невозможно. Да, именно так. Я думаю, будет очень хорошо, если мы помолимся, чтобы Бог сегодня, каждый, кто будет смотреть этот эфир, Господь мог прикоснуться к вам, это коснулось вашего сердца, обновило ваше мышление. Самое главное, чтобы Божье присутствие наполнило вас там, где вы есть. Давай мы помолимся. Давай, помолись. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за это время, за то, что мы можем сегодня говорить Твое Слово и соединять себя с Твоим Словом. Потому что Слово Твое, оно дает для нас жизнь, направление и благословение. Я благодарю Тебя за каждого человека, который сегодня может смотреть эту передачу. И мы верим, что эта передача станет благословением для их домов и лично для них, лично. Господь, я благодарю Тебя за Твое присутствие, которое прямо сейчас миром Твоим опускается в каждый дом и в каждое сердце. И мы славим Тебя за то, что когда Ты приходишь, Ты приносишь мир, покой, созидание, Ты приносишь обновление разума. И мы сегодня благодарим Тебя за это и принимаем все, что приходит через Твое Слово в нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что ж, перейдем сразу к Слову Божьему, потому что я верю, что Слово Божье, Писание, это всегда фундамент нашей веры. Потому что если мы будем только верить интеллектуально, нашим умом, и будем думать, ну да, да, вроде бы так правильно, а у нас нет основания Писания, тогда мы будем сомневаться. Божья это воля, не Божья воля. Нужно ли быть сильным и красивым в Боге? Или это может, ну, какое-то новое течение или движение? Поэтому нам важно возвратиться не к тому, что, ну, какие мнения, а какое Слово Божье. И так, да. А Слово Божье говорит, что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Вообще, у нас же не религия, а вера. И вера истинная, она рождается только от Слова. Поэтому всегда должен быть фундамент именно Слова. И я верю, что именно Слово Божье должно формировать наше мышление и нашу веру. Да. Вот, и хотел бы, ну, скажем, такую мысль прочитать из Писания, 1 Коринфянам 14,8. И если труба будет издавать неопределенный звук, то есть, ну, неясность, кто станет готовиться к сражению? Я абсолютно верю, что это Писание говорит нам, если мы не знаем ясности, кто мы в Боге, как мужчины, ну, в данном случае, как женщины, кто будет готовиться к сражению? Другими словами, мы не будем ни солью, ни светом, ни влиянием. То есть, я верю, что когда каждый человек, особенно женщина, она определяется в Боге, как ее создал Бог, кем создал ее Бог, ради чего ее создал Бог, для чего ее создал Бог. То есть, она определилась, и она издает ясный звук, ясное видение, ясную цель, ясные ноты. Вот тогда мы, как церковь, начинаем, что, иметь влияние на других людей. Потому что, я верю, вот это влияние мы потеряли после грехопадения. А когда мы возвращаемся назад в Божье присутствие, в того нового человека, кем мы созданы были первоначально до грехопадения, мы снова становимся этими людьми влиянием. И если ты позволишь, я поделюсь такой, для меня очень интересный пример, о Рейхард Бонке поделился вот недавно в видеоролике. Он говорит, что часто мы люди, ну, не видим себя ни людьми влияния, ни сильными, ни красивыми, потому что такова реальность. И он говорит, однажды я был в Африке, и стоял на огромном бетонном мосту. И говорит, я смотрел внизу, и там вот это место, где должна была быть река, движение, а там сорняки, там все, что угодно. И говорит, я мысленно представил, как это вообще убрать, как это удалить, практически невозможно. И говорит, когда я там стоял, вдруг послышался шум, шум, сильный шум. И этот, говорит, шум, он нарастал, 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 нарастал. И потом я увидел, что идет сильная лавина воды. И вот эта вода, это было вот течение реки, которая пересохла. И говорит, вот эта вода, она начала смывать все сорняки, все. И, говорит, там, где было пусто, была засуха, вдруг образовалась огромная река. Говорит, точно так, без Бога грех разрушил нашу жизнь, нашу личность. Разрушил то, кем мы являемся. И нам кажется, это невозможно. Невозможно что-либо изменить. Но когда мы возвращаемся в Божье присутствие, тогда, говорит, Бог полностью в одно мгновение делает нас новыми людьми. Это есть действительно большая, огромная сила Божьего присутствия. И вот это и есть цель, чтобы каждый день общаться с Богом, потому что именно в Его присутствии расцветает наша жизнь. Его присутствие, оно несет радость, оно несет познание, кто мы в Боге. И вот это и есть причина, почему именно в этом году конференцию мы назвали именно так. Bold and beautiful. То есть смелая, дерзновенная и красивая. Потому что я верю, что все-таки женская красота и женская смелость и дерзновение, она отличается совершенно от мужской. Но я увидела, что это большой-большой недостаток, лично даже в моей жизни и в жизни каждой женщины, чтобы мы были смелыми и дерзновенными к Богу. То есть а как ты можешь быть смелым и дерзновенным, когда ты знаешь, кто ты в Боге и вообще что тебе принадлежит по праву? Это не значит, что ты приходишь и с дерзостью это берешь. Дерзость и дерзновение – это совершенно два разных, можно сказать, два разных понимания. Дерзость – это когда что-то даже тебе не принадлежит, ты приходишь и требуешь, ты берешь это силой. А дерзновение – это когда что-то дано тебе по праву. И тогда ты приходишь и смело берешь это. И это не есть дерзость, это есть смелость и дерзновение. И мы видим в Писании, что каждый раз Бог обращался, и очень часто в Библии есть много мест Писаний, которые говорят, будь смел. Вот, к примеру, в одной главе только, да, Иисуса Навина, первая глава, когда перед Иисусом Навином стоял, можно бы сказать, большой вызов. То есть тот человек, который шел перед ним, который вел израильский народ, он умер, и ему нужно было вести израильский народ. И он не знал, как это делать. Первое, в чем Бог его утверждал, что он ему говорил в этой же главе, кажется, четыре раза, Бог говорил ему, будь смел и мужествен. Мы можем сказать, ну это же мужчина был, да, но Бог ему говорил о мужестве. Мы сегодня не говорим о женской мужестве, потому что такого нет. Мы говорим о смелости и дерзновении. И она приходит, прежде всего, смелость и дерзновение к Божьему присутствию. Вот когда ты, ну для меня что такое Божье присутствие? Это когда я пребываю в Его слове, когда я пребываю в молитве. То есть для меня Его присутствие тесно связано не только с молитвой, но и с Его словом. Потому что слово, оно дает мне направление, какие у меня есть обетования, то есть на что у меня есть право, к чему я призвана, к чему я создана, то есть что вообще, ну как бы, кого я из себя представляю, именно Божьими глазами. А молитва, она дает мне вот этот, можно сказать, вот этот толчок, чтобы я начала приходить к Богу с дерзновением, взять то, ну как бы, для чего Он меня создал. То есть войти в тот имидж, который Он имеет обо мне, в то видение, которое Он имеет обо мне. Поэтому я верю, что действительно это очень-очень важно, когда мы вот вообще как личности, и в частности женщина, потому что мне кажется, вот я вспоминаю себя, не надо даже далеко идти. Когда Бог позвал меня в служение, я уверенно всегда это говорю, что Бог позвал меня, потому что я знаю, что это не есть самозванство, то есть я не придумала это, это был реальный момент с Богом, когда Бог позвал меня, и именно после этого и ты благословил меня в служении. Когда ты увидел эту печать Бога на мне, Его призвание, то есть это не было какие-то дары или таланты, они продвинули меня. И я себя такой не видела, я не видела себя. Я говорила, Господь, я славянская женщина, я не могу делать то, к чему ты меня призываешь. Но Бог через слово, Он начал мне показывать. И одна из первых женщин, которую Он показал мне, это Девора. Писание говорит, что она была судьей Израиля. И где мы можем вообще, кажется, тоже... Это как в наше время, как президент страны. Ну да, но как бы она была духовной личностью, она не управлялась страной. Конечно, но я говорю в позиции, в очень высокой позиции. Да, но интересно то, что она не была выбрана народом, ее Бог избрал. И когда Бог несколько вот таких, можно сказать, историй из Библии, которые Он просто нарисовал в моем разуме, в моем сердце, я не имела, что сказать Богу, потому что это пришло через слово. Это не пришло вот где-то там вот, там вот, вот это есть женщина, в этой, в этой стране, вот и ей подражай. А когда ты видишь и слово, и Бог ее призвал, хотя в то время женщины не занимались тем, что она занималась. То есть она увидела свое, можно сказать, свое призвание, свою роль в Боге, но при этом она не переставала быть женой, она не переставала быть матерью, но у нее еще было призвание от Бога. Поэтому мы не можем сказать, каждая женщина призвана делать вот это, вот это, вот это, то есть как бы, что связано с служением. Это уже дает избрание Бога. Но есть определенные принципы в слове, которые мы знаем, к чему мы призваны. Мы призваны быть радостью своего мужа, мы призваны быть хорошей матерью для наших детей, мы призваны быть мудрым наставником для наших детей, мы призваны быть людьми благословения, к этому мы призваны. А уже вот полноту призвания именно Боге как служений, я думаю, каждая женщина это может познать только в молитве через общение с Богом. Конечно, ну вот представь мысленно, если бы взять Ной, ходил-ходил на земле и говорит, вот Енох был восхищен живым на небо, я верю, я тоже буду восхищен на небо. То есть он мог бы придумать себе служение, но это не было от Бога. Это было бы, ну, обольщением, это было бы покушением таким, ну, неправильным хождением. То есть что такое призвание? Это когда ты входишь в Божье присутствие, Бог говорит твою жизнь, ты соглашаешься со Словом Божьим, в глазах других людей тебя не понимают, не принимают. Они думают, что ты самый, ну, ненормальный человек. Но Писание говорит, мы безумные Христа ради. Почему? Потому что, ну, как другой может понять тебя, если он этого не пережил? Ну, потому что еще нет плодов. Когда Бог тебя призывает, все, что есть внутри тебя, это семя его. И оно для людей невидимое. Это когда женщина говорит, я беременна. Но человек смотрит, и он внешних никаких не видит симптомов, что она беременна. И поэтому, как бы, человеку сложно поверить в это. Но когда он уже видит симптомы, то есть он видит уже животик, который вырос, он видит ребеночка, который там двигается, что иногда даже живот двигается, человек уже не может не сомневаться. Поэтому вот когда человек принимает призвание, вот это самый сложный момент. Потому что он должен именно быть здесь смелым и дерзновенным. Почему? Потому что он должен поверить в то, что невидимое для глаз людей. Но оно реальное для тебя в твоем сердце. И пройдет время, почему любое служение, оно должно... Апостол Павел, вот такое местописание есть, он говорил, одной из церквей, он говорит, вы залог моего, как бы, призвания. То есть то, что у него был плод и результат с теми людьми, которым он проповедовал, он им не говорил, что вы, как бы, залог, вы как печать, можно сказать даже лучше, печать того, что Бог меня призвал. То есть потому что всегда, если ты призван, у тебя будут плоды и результаты того, к чему тебя Бог призван. Ну, плоды всегда есть. Но они приходят позже. Ну, конечно, они приходят позже, но я хочу сказать, что каждое ваше служение, женская конференция, она всегда приносит много плода. Просто что есть сразу видимый плод для людей, но есть плод, который многие люди не видят, но он все равно есть. У нас есть несколько видеороликов, которые мы хотели бы сегодня показать, потому что, я верю, за один час мы много не успеем сказать, но когда люди придут на женскую конференцию, два с половиной дня, там Божье присутствие, она коснется очень сильно многих людей, и я верю, что там женщины раскроют себя. Давай мы посмотрим один из первых роликов, что Бог делает на женской конференции, потому что плоды всегда есть. Пожалуйста. Я по себе знаю, что многие конференции, на которых я была, я получала там ответ на свои вопросы, потому что были различные семинары, не только даже на духовные темы, но были семинары, которые по здоровью, по тому вопросу, как женщине одеваться, как выглядеть. Это очень всем нам помогало. И также на конференциях всегда есть изюминка, юмор, где можно немножко расслабиться, посмеяться, где можно увидеть себя со стороны. В общем, на все как бы запросы души можно было найти ответ на этих конференциях. И выходя после каждой конференции, ты чувствовал себя какой-то вдохновленной, обновленной духовно, окрыленной. Это была как стартовая площадка, которая ты начинал двигаться в более правильном направлении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, возлюбленные, вы посмотрели чудесный ролик. Я каждый раз, когда бываю на этой женской конференции, я сам себя приглашаю, когда меня не приглашают. И я всегда восхищаюсь огромным потенциалом творчества, разнообразия и того грандиозного момента, который происходит на женской конференции. И каждый раз я, когда ожидаю это время, это время особого, ну, Божьего благословения, ну и, конечно, переживания. Так что, возлюбленные, вот мы смотрели этот ролик, насколько Бог действительно много делает всегда в жизнях людей и в жизнях женщин. Дьявол всегда заинтересован затоптать то, что делает Бог, потому что у Бога была кульминация, когда он творил, 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 и потом сказал, все, вот это кульминация, после этого покой. И вот последнее, что он сотворил, это была женщина, кульминация Бога, то есть его идеи, его творчества, все, что он вложил. Мы сейчас не говорим о том, что грех делал, но мы говорим, что делает Бог. Да, и все это он сделал для кого? Для мужчины. Для кого же он творил женщину? Для мужчины. Поэтому мы есть радость и слава своего мужа. Я бы хотела, чтобы мы немножко поговорили, вот хотела объяснить, мне есть возможность поделиться, даже не столько объяснить, как поделиться, вот почему именно конференция была названа так. Это наш девятый год, девятая конференция, которую мы делаем. И каждый год есть, ну, как бы разные темы, которые поднимаются, потому что ты не можешь поговорить обо всем. И поэтому, как бы каждый раз мы подходим молитвенно и с постом к тому, чтобы Бог дал нам направление для каждой конференции. И в этом году, вот, было направление, как бы, я верю, что оно пришло от Бога, потому что я искала этого, о чем говорить. Это именно смелость, терзновение и красота. И как оно все вот это сочетается. И красота, о какой красоте мы хотели поговорить? О красоте внутренней. Потому что мы сейчас живем в такой период времени, когда, ну, заниматься внешней красотой, все это так доступно, все это так, ну, как бы, можно сказать, о нем даже не нужно говорить. Но важно говорить о внутренней красоте, потому что очень часто, как бы, мы, как женщины, можем это терять. А как мы теряем? И самое большее, что я увидела, как теряется наша даже внешняя красота, когда внутри нету жизни, когда внутри в твоих глазах пустота, когда в твоих глазах уныние и депрессия, когда в глазах безвыходность. То есть, какой ты на себя не положи макияж, как ты не улыбайся. Но если в глазах твоей и внутри нету жизни, то не будет, вот это, можно сказать, не будет полноты этой красоты, которую Бог создал. И где она приходит, вот это, можно сказать, свобода, это радость, это утешение, это, можно сказать, стимул, который приходит изнутри. Он приходит только в Боге. И для того, чтобы это произошло, нужно смелость и дерзновение. Для меня это два качества, которые очень сильно соединены. То есть, красота и дерзновение. Потому что, если ты, что есть противоположность дерзновению? Это страх. А страх, он всегда меняет твой вид, он меняет твой взгляд, он меняет твой внутренний мир. И поэтому боязнь, она не украшает женщину. Она делает ее, наоборот, ну, как бы сказать, некрасивой. Но когда женщина красива внутри, а что изгоняет страх? Совершенная любовь. А в ком есть совершенная любовь? Это в Боге. И поэтому оно все, вот, как бы, одним кругом связано. Мне кажется, вот то, что ты говоришь, Бог как фундамент. Нам по природе, я как мужчина знаю, потому что тоже с тобой живу, что нам свойственно искать признание больше всего друг от друга, допустим. Жена ищет признание от мужа, от детей. И я не говорю, что это плохо, или наоборот, когда муж ищет признание от жены. Но стоит вопрос, а что, если этого нету? Или этого недостаточно? Или, наоборот, вместо признания унижение? Неужели тогда нет надежды? И вот мне кажется, вот здесь, вот то, что ты пробуешь подчеркнуть, самое главное, что фундамент каждого человека, как мужчины, так и женщины, он должен базироваться на Иисусе, на его признании. Потому что, как апостол Павел говорит, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного». Значит, мотив есть. А когда мы вот это положенное основание смещаем в сторону, и говорим, вот, если бы меня признали там, благословили там, сказали доброе слово там, и я не говорю, что это плохо, но что получается, мы начинаем строить на песке. И он сегодня один признал, похвалил тебя, а другой наговорил кучу плохих слов, и ты стал разбит. А когда вот то, что ты говоришь, наше признание исходит из Бога, от Бога, из фундамента на нем, мне кажется, вот это номер один, а потом все остальное. Да, и поэтому первое, что я увидела, где вообще мы призваны, вообще как личности, и в частности, вот, касаясь женщин, где мы призваны быть дерзновенными и смелыми, это в наших отношениях с Богом. Как я уже объясняла перед этим, что дерзновение и дерзость – это абсолютно два разных направления. Но когда ты общаешься с Богом, и Бог тебе какие-то вещи вкладывает в твое сердце, Он влаживает какие-то желания в твое сердце, Он показывает, кто ты, ты должна поверить в это. Вот это, что Богу очень нравится. Писание говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Веры в кого? В Него прежде всего, что Он есть. Но когда Он есть, Он хочет иметь общение. И через это общение, Его общение, оно всегда нас созидает. Оно созидает нас как личность, оно созидает нас как женщину, в частности, я говорю сейчас о себе. И поэтому, ну, в этом должна быть смелость. Нужно приходить к Богу и не говорить, Господь, я тебя недостойна. Я увидела, вот как меня Бог учит, что когда я прихожу к Иисусу, я прихожу к Богу, я говорю, Господь, я благодарю Тебя, что... Я не говорю, я недостойна. Я благодарю Тебя, что я достойна через Иисуса Христа. Потому что эта истина обновила мой разум, что да, я сама по себе, я недостойна. Я ни к чему не годна. То есть я полна греха, разных проклятий. Кем я была до Иисуса? Но когда Иисус пришел, Он сделал меня достойным. Он дал мне дерзновение, и в Нем я имею это дерзновение приходить к престолу благодати. И когда у меня какая-то трудность, я прихожу, говорю, Иисус, Тебе глаголы вечной жизни. Я иду к Тебе, потому что у меня есть вот как бы дерзновение из-за того, что я знаю, кто я в Боге. Кто для меня Иисус? Почему я имею дерзновение через Иисуса Христа? И в этом должна быть смелость. И вот я поняла, что смелость, она не может тоже быть основана просто на чувствах и эмоциях. Потому что есть женщины, которые более склонны быть такими смелыми, дерзновенными, но это их характер. Это не значит, ну как бы, просто вот, ну, это качество, с которым они родились. Но на самом деле это то, что мы должны развить себе в духовном человеке. Тоже это качество. То есть оно должно как бы прийти от Бога. Вот когда ты говорила, сейчас мне пришел на разум такой пример, может, он отразит вот ту мысль, которую ты говоришь. Есть такой пример осальной свечи, когда вот сделал один человек свечу, и эта свеча, она думала, ну, зачем я здесь на земле, я такая ненужная. И эту свечу бросали из места в другое место, и она вредилась, теряла свой облик. И в конце концов ее просто бросили в один ящик, и она пролежала многие годы никому ненужной, некрасивой, даже, скажем, обезображенной. Но однажды одна девочка нашла эту свечу, и она посмотрела и поняла, что эта свеча, она, она, ну, до тех пор, пока не начнет исполнять свое предназначение, она не будет счастлива. И она взяла и зажгла эту свечу. И когда свеча загорелась, она подумала, вот моя красота, вот мое предназначение. И когда она начала сиять, гореть, чем больше она горела, тем больше она осознавала свою уникальность и свою ценность. Мне кажется, вот это и есть мысль, что часто люди, они внешне себя делают красивой свечой, такой свадебной свечой. И я не говорю, что это плохо, но я говорю, что это все равно, оно настолько временно, а когда вот Бог нас зажигает, и наше начало берет оно в Боге, и оно пришло от Бога, вот тогда мы независимо, как мы выглядим внешне, но то, что мы отдаем в своем призвании, в своем служении, вот это становится настоящей ценностью и перед Богом, и перед людьми. Ну, когда внутренне есть порядок, тогда человеку есть желание и внешне навести порядок. Очень часто, особенно, я не знаю, конечно, как это в мужском сердце происходит, но в женском именно так. Когда женщина счастлива, когда она внутри соединила себя с этим счастьем, иногда даже соединила себя с женским счастьем, ей хочется и преображаться, и внешне. Но если она внутри разбита, она и внешне как-то иногда опускает себя на тот уровень, на котором видит ее Бог. Поэтому все нужно начинать, Иисус об этом учил, когда Он был на земле, что нужно все начинать из внутреннего состояния, и тогда оно изливается и внешне. Поэтому прежде всего, где мы должны быть дерзновенными, это в молитве. Второе, это в слове. То есть, что это значит быть дерзновенным в слове? Это когда я читаю Слово Божие, я должна понимать, что это написано для меня. Это не просто написано кому-то. Это не просто написано моему мужу. Это написано моим детям. Это написано служителям. Это написано лично для меня. И вот это и есть смелость и дерзновение. Это не просто какое-то чувство тебя наполняет. Это когда ты приходишь, и читая Слово ежедневно, ты можешь это принимать для себя. Вчера буквально, Римлянам 8 глава, я читала это местописание, где написано, что кого он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. И когда ты читаешь, ты думаешь, легко так читаешь себе и все. Но когда ты читаешь и применяешь, что это написано мне, это рождает внутри тебя веру. Это дает тебе вот эту смелость. И эта смелость не основана, я просто смелая личность, и я все беру смелостью. Она основана на слове. Как видит меня Бог. Что это Он предузнал меня. Прежде чем я Его искала, Он уже искал меня. И потом, что Он сделал, Он меня призвавший к себе, Он видел, что я недостойна, и Он оправдал меня. А кого Он оправдал, то значит, Он даст нам и ходить, и в Его славе. И для меня лично, это оно как бы большое такое, ну, большое обетование. И мы должны в обетованиях Слова Божьего приходить с дерзновением. Потому что если написано, что ранами Иисуса мы исцелились, ну, для кого же это написано? Для меня. Это написано для каждого из нас, кто читает. И нам нужно это. Нам очень это нужно. Аминь. Вот когда ты говорила, сейчас я вспомнил, давно-давно, когда я еще служил в советской армии, конечно, это было очень супер давно, но вот реально вспомнил пример, что вот ты говоришь, что нужно жить словом, или строить жизнь на слове, или принять слово, ну, внутрь себя. Я понял для себя, вот для меня как бы оно преломилось, что это значит вот это слово поставить авторитетом выше всех других слов. И своего мнения. Да. И я вот вспомнил пример, у меня такой был реальный. А когда я служил в армии, сержант, это оппозиция сержант, он сказал нам делать определенную работу. И когда мы делали определенную работу, шел лейтенант, где-то может буквально 30 минут позже. И он спросил, а что вы здесь делаете? Мы говорим, вот это, вот это нам стали делать. Кто сказал, это сержант. Не надо это делать. Идите другим занимайтесь. И вот мы ушли. Мы ушли, и сержант говорит, а чего вы перестали это делать? И мы говорим, а лейтенант такой-то сказал, что это не нужно делать. Получается, было сказано слово, но пришел другой и сказал другое слово. И вот тот другой, кто выше в позиции, его слово должно быть для нас важнее, авторитетнее. И вот этот сержант уже не мог противоречить лейтенанту. Вот для меня, вот точно так же, что Иисус – это самый главный. Он самый высокий. И кто бы что ни говорил, или наш разум, или мнение людей, или окружающее мнение, но пришел Иисус, и Он сказал, не надо так делать. Это не делайте. Не нужно так поступать. И мы говорим, а, а, Иисус так сказал. Почему ты это не делаешь? Иисус сказал. А почему ты это делаешь? Иисус сказал. То есть ты ставишь вот его слово превыше всего в своей жизни, как закон для себя. И тогда что? Оно работает. Да, и очень часто люди ждут какого-то пророческого слова. Но Библия говорит, что слово Божие – это самое вернейшее пророческое слово, которое Бог уже дал человеку. И поэтому то, что там написано, оно должно относиться именно к нам, и мы должны его принять. И для этого нужна смелость. И именно эта смелость и дерзновение верить в обетование Божие, оно и сделает нас, можно сказать, красивыми в глазах людей, в том смысле, некрасивыми просто внешне. Вот хороший пример – это Ник Вуич. Он рассказывал о себе много раз, что его жизнь, она была разбитой. Его жизнь, она была в унынии, она была в депрессии. И именно когда он поверил в обетование Божьего слова, и то, что Бог через Слово Божие говорил к нему, это сделало его таким смелым и дерзновенным. И он смог победить столько много, можно сказать, не просто недостатков, но того, что вообще нереально человеку с его, можно сказать, лимитами было сделать. Но сегодня он полностью может себя обеспечивать, обеспечивать свою семью финансово, и при этом очень-очень хорошо. Он может играть в гольф. Я, например, имею две руки, две ноги, и я не умею играть в гольф. Он может ездить на лодке, водить лодку, и ты смотришь и думаешь, ну как это вообще возможно? Он плавает, он прыгает с больших, можно сказать, с большой высоты в бассейн, и с ним ничего не случается. То есть не просто такие обиходные моменты жизни, а то, что даже иногда человек с двумя ногами, руками, он не может это сделать, но он это все преодолел, и он очень часто это говорит, что дерзновение и смелость ему дало Слово Божие, и вера в Слово Божие. Но значит, ему же нужно было проявить это дерзновение, поверить в то, что Бог говорит. Аминь. Что это для него, что он благословен, и у него нет лимита. Но пришло время теперь верить нам, и быть смелыми и дерзновыми. Я верю, что... А почему мы делаем женскую конференцию? Что именно там проповедуется Слово Божие, и оно меняет нас. Поэтому я бы хотел, чтобы мы еще посмотрели один из роликов, что делает Бог через свое слово и своим словом на женской конференции. Я верю, что это каждое свидетельство, оно помогает нам, что верить в Слово Божие. Писание говорит, они победили кровью Анца, и словом свидетельства. Поэтому, пожалуйста, еще посмотрим один из роликов о женской конференции. Женская конференция – это время, когда Бог раскрывает то призвание и те таланты, которые Он вложил внутри меня. Это время, когда Он дает дыхание жизни в те сферы жизни, которые, казалось, были уже мертвыми. «Господь, Ты можешь дать нам 10 тысяч людей?» И в этом месяце, 25 марта, мы достигаем 10 тысяч людей с Евангелием. Мечтай большими мечтами, потому что Бог, Он хочет использовать эти большие мечты, Он хочет использовать тебя. И каждый раз, когда я прихожу на конференции, я больше влюбляюсь в то, кем я являюсь в Боге. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Что возлюблено? Я знаю, что сегодня Бог так хочет много сказать нам, но я верю, что наше время ограничено, поэтому давай больше ты поделишься о женской конференции, о том, куда вас Бог ведет, что будет больше происходить, потому что я абсолютно уверен, что многие, они хотят попасть на эту конференцию, многие женщины. Я бы хотела вот окончить мысль, которую мы начали потом перейти, потому что как раз именно эти моменты, ну, как бы эти темы будут покрываться на женской конференции. Мы говорили, что нужно быть смелым и дерзновенным, когда мы молимся. И смелый и дерзновенный в слове, потому что это дает нам обетование. Еще две сферы, которые бы я хотела сегодня коснуться, это смелость и дерзновение в нашей семье. То есть, что это для меня значит? Это, ну, что нужно приходить с дерзновением к Богу в молитве о своей семье. Не просто выпрашивать или говорить «Господь, ну там, как бы, я не знаю, есть ли у тебя благословение для моей семьи». Нужно с дерзновением к этому приходить и верить, что Бог хочет, чтобы каждая семья, она была благословенной. И в этом числе есть и моя семья. И четвертый момент, где должна вот смелость и дерзновение быть в нашей жизни, это в нашей мечте. Что значит для меня мечта? Я верю, что в каждого из нас Бог вложил таланты, призвания, способности, которые они были вложены в нас именно Богом. Они не даны нам просто так, они даны нам, чтобы мы их реализовали. Может быть, у кого-то мечта открыть свой бизнес, может быть, у кого-то мечта стать миссионером, у кого-то мечта, ну, как бы, в какой-то карьере. И мы иногда думаем, хочет ли это Бог? Я верю, что каждую мечту нужно прийти в присутствие Божьей и Богу поделиться с этим, сказать, Господь, это от тебя в моем сердце, или это что-то мое. Если это мое, я готов это отпустить, но если это твое, помоги мне быть смелым, помоги мне быть дерзновенным в том, что, ну, как бы, ты для меня даешь. И для меня очень хороший пример спикеры, которые у нас будут на этой конференции, Светлана Спивакова. Много лет я мечтала о том, чтобы пригласить эту женщину к нам на женскую конференцию по нескольким причинам. Ее вообще жизнь, ее свидетельство, и мы ее, как бы, хотя она является служителем Божьим и проповедует Слово Божье, но как бы все равно такая самая яркая ее часть жизни это то, что она бизнес-леди. И очень успешная. И это была ее мечта с самого детства. Она мечтала, что она, как бы, ну, реализует себя в бизнесе. И у нее это очень хорошо получалось. И, ну, пришел момент в ее жизни, когда, можно сказать, Бог это попросил на время отдать, отдать для того, чтобы другие качества ее, как женщины, как жены, как матери, они больше и больше в ней открылись. И она настолько вот практик делиться этими моментами. Ты видишь в ней вот этот момент, как она смогла это реализовать, что она христианка, она очень на глубоком уровне знает Бога, она живет с Богом, она живет Словом Божьим, Слово всегда на ее устах, в ее исповедании. При этом она женщина мечты, она реализовала себя в этом мире. Но очень интересным путем, что люди, с которыми они работают, у них огромнейший опыт, вот именно у Светланы, что они могут звать абсолютно людей из мира. И в процессе, пока они готовят к тому, чтобы они открыли бизнес, в котором они работают, у них есть возможность свидетельствовать, и у них огромнейший потенциал в том, что эти люди становятся христианами. Потому что они видят, что бизнес, как они делают, как делает Светлана, ее муж, они делают это совершенно по-другому, на других принципах. И этому они обучают. Это одно из условий их бизнеса, чтобы люди прошли обучение у них. И там они знакомят людей со Христом. И они показывают им, что эту мечту состояться в бизнесе может помочь тебе именно стать успешным бизнесменом, именно Бог. Но при этом, когда ты с ней сядешь общаться, вот у меня была возможность буквально несколько месяцев назад. И мы сидели с ней в кафе, или это был ресторан, не помню. Мы общались. Все наше общение это было. Иисус, что Он сделал в нашей жизни, как Он преобразил наши судьбы. Хотя в своей жизни она прошла очень много боли. Очень много боли. Но в ее глазах, в ее улыбке, вот многие, кто видел рекламу, которую мы сделали, и люди говорят, почему она так улыбается? Как будто ничего в жизни плохого не случалось. Она всегда такая. Вот даже при общении. И это, я сегодня не то, что там восхваляю ее, но я увидела Иисуса в ее жизни. И мне так, вот, я вот так счастлива, что именно на эту конференцию Бог дает нам такой прекрасный букет уникальных женщин, у которых абсолютно разный, можно сказать, бэкраунд, абсолютно разное прошлое. И Светлана, она очень много прошла боли. У нее девочка, ее одна из дочерей погибла в аварии, в которой был за рулем ее муж. Это ужасная потеря, которая разбила их семью, но при этом Бог, можно сказать, Он помог этой семье не развалиться. Он исцелил эту семью, исцелил их отношения. Плюс у них был больной, еще одна больная девочка, которую они потеряли в раннем возрасте, она умерла. Потом очень много трудностей, переживаний, но она научилась отображать Иисуса. И поэтому она действительно, люди смотрят на нее и говорят, Светлана, вы красивая женщина. То есть людей это привлекает. Но эта красота, не только в ее внешние данные, но я вижу, что секрет, великий секрет ее красоты, это внутри ее. Вот эта радость, вот этот потенциал. И вот мы пригласили ее на эту конференцию, она будет делиться своим свидетельством, она будет учить о том, как иметь романтику в семье, как иметь вот эту радость в жизни женщины, как побеждать конфликты в семьях. И это будут практические вещи. Не просто только вот так написано, но я не знаю, как это делать. Она будет делиться, как она сумела этому научиться через Слово Божие. Второй спикер, это Вера Косевич. Удивительная женщина. Удивительная женщина. Это одна из моих новых подруг, и я просто восхищена вот ее смелостью. Вот она действительно смелая и дерзновенная. Я просто смотрю и учусь. Можно сказать, может быть, даже отчасти, каким-то путем вот эта мысль даже о смелости и дерзновении родилась через общение и с Богом, и с ней. Потому что я увидела, насколько она смелая. Вот смело достигает многие моменты. Она пришла к Богу, можно сказать, уже в молодом возрасте, но когда они уже были женаты, и сколько она успела за свою христианскую жизнь достигнуть, как она сумела многие тоже челленджи в своей жизни победить, и она на практике этим делится. И когда, вот даже в видеоролике она говорит, люди думают, что у меня, вот Вера, ты всегда вот такая в настроении, у тебя так все всегда хорошо, и она правда вот такая. Но на самом деле в ее жизни очень много вызовов тоже. Но она научилась жить Словом Божьим, она научилась жить радостью Божьим. И для меня очень важно, чтобы на женских конференциях это было практичное слово, которое поможет женщинам, когда они выйдут из женской конференции, что им делать дальше, как практиковать. Возлюбленная, я извиняюсь, что перебиваю, вот мысль, которую ты сейчас говоришь, вот я почему-то сейчас вот так увидел не просто ценность послушать конференцию, а физически быть. Вот ты сказала такую мысль, когда ты увидела или встретилась с Верой Косевич физически, и вот в этот физический контакт он начал влиять на тебя, чтобы тоже стать смелым и дерзновенным. Кажется, а чего ты не посмотрела просто видео на YouTube, не послушала кассету, и это не сделало тебя? Потому что это одно, слушать, а второе, побыть в присутствии этих людей. Поэтому я верю, что вот секрет, не просто послушать конференцию, а быть физически. Вот быть физически вот это заряжает. Да, но когда ты видишь на практике, я не могу сказать, что я совсем не смелая. Нет, но я говорю о влиянии важности физически быть. Да, но я увидела, что как бы естественно присутствие людей, оно не меняет. Меняет нас Бог. Но в чем сила, когда мы приходим и мы находимся в этом месте, что через общение, через то, когда человек рассказывает, как он этого достиг, что он делал, как он поступает в личной жизни, то пример, вот как Библия говорит, ты подражая вере их, вот это происходит через общение, когда ты общаешься, ты видишь, ну, как этот человек себя ведет, что, ну, то есть, не то, что ты его копируешь, ты подражаешь, то есть, ты видишь, что вот у него есть что-то маленькое, и он это отдает, и Бог это умножает. А мы всегда ждем, вот это то, что я увидела, что я всегда жду, вот, супер совершенства, я вот это, когда она уже, у меня будет книга, у меня будет вот это, у меня будет вот это, тогда я буду вот такой смелой, дерзновенной. А на самом деле, людям нужно что-то то, что они могут практиковать сегодня, когда ты им рассказываешь, а как успевать свои дела, а как вот успевать, быть и в служении, и хорошей женой, как быть хорошей мамой, воспитывать своих детей, и когда человек садится, просто начинает рассказывать, вот, мои дети сегодня в служении, потому что я их брала с собой, Я с собой их брала на спевки, я с собой их брала в церковь, мы вместе с ними делали церковные служения. И они там научились, они видели, как я люблю Иисуса в действии. Вот такие практические моменты. Поэтому я всегда к этому стремлюсь, чтобы на конференции было доступное слово, понятное, чтобы это не было только глубокие откровения, но чтобы это было так разложено, чтобы любая женщина, абсолютно, она вчера пришла к Богу или она даже вообще неверующая. Вот в прошлом году был такой интересный момент. Я учила семинар о романтике в семье в пятницу, и ко мне подошла женщина после служения. И такая очень интеллигентная женщина. Она говорит, хочу поблагодарить вас. То, что я сегодня услышала, очень полезное для меня, хотя я уже замужем 27 лет. Но то, что я сегодня услышала, очень много поможет моему браку. И как она разговаривала, я ее спросила, вы первый раз у нас? Она говорит, я вообще первый раз вообще в таком обществе. Я поняла, что она вообще не христианка. Ее пригласила одна из наших женщин, и она, сидевши там, она многое, что смогла взять для себя, хотя она абсолютно даже не знакома с Богом. Но эти принципы, которые мы учили, она вынесла из себя, что она может применить в свою жизнь. Но это не значит, естественно, я не знаю дальнейшую ее историю, что произошло после этого. Но мой пойнт был в том, что это не то, что только христианские женщины собрались, и у нас свой такой метод, о чем мы говорим, свой стиль, мы говорим Слово Божие. А оно приемлемо для всех, абсолютно для всех. Насколько я знаю, эта женщина, она была мусульманкой. Да. И поэтому я говорю, я не знаю ее дальнейшую историю, но пойнт в том, что слово практичное. Но я помню, что вот в России, когда мы тоже проводили такой семинар на женской конференции, и одна из женщин подошла ко мне и говорит, я была на вашей конференции два года назад, и меня пригласили, я была абсолютно неверующая. И мне, я не хотела обращаться в веру там или стать христианской, но меня пригласили, потому что там будут как бы семинары, как быть лучшей женой. Говорит, я пришла, начала это практиковать, говорит, моя семья была на грани развода, и я хочу поблагодарить, что благодаря тому, что вы учили, это сохранило мою семью. Но говорит, ну теперь я пришла к Богу, я стала христианкой. Поэтому я увидела для себя, для меня очень сильно запомнилось это свидетельство, и поэтому мы всегда стараемся, чтобы это было очень доступно, и все, с чем сталкивается женщина, все, о чем говорит Слово Божье, чтобы мы об этом учили на женской конференции. Потому что это Божий план, это Божья воля, чтобы женщина, соприкоснувшись с Богом, она стала подобной Христу. И самое главное, ведь она всегда была такой. Грех, неверие, страхи, вот это все, оно как бы разрушило личность, образ, подобие женщины, по образу и подобию Бога. А вот когда мы возвращаемся в Слово, практически мы возрождаемся изнутри. Мы раскрываемся изнутри, но не позитивным мышлением, а Богом. Как Рейхард Бонке сказал, я снова вспомнил, говорит, что христиане это всегда люди позитивного мышления, но позитивные люди не всегда христиане. То есть, говорит, настоящее позитивное мышление, оно исходит из Слова, от Бога. Потому что Иисус есть свет. А как ты, пребывая во свете, можешь оставаться тьмою? Да. То есть, если Иисус просвещает нас, Иисус просвещает наши пути, наше поведение, как мы можем оставаться тьмою? Это же невозможно. Да, поэтому цель, и вообще я очень счастлива этому букету спикеров, которые будут на этой конференции. У вас еще же будут спикеры? Да, потому что каждый из них имеет личное свидетельство, и оно очень сильное, очень разнообразное, потому что хочется, чтобы каждый, нет разницы, какого возраста, старшего возраста женщины, молодого, очень молодого, подросткового, они все могли для себя найти. И у нас еще третий спикер, конечно, у нас будет четверо, а я, ну, как бы о себе уже не буду говорить. Но ты уже у нас благословенный спикер. Да, говорю о других. И третий спикер у нас будет Alison Rowe. Молодежь, очень многие знают ее, потому что она очень популярна в видеоблагах, которые, короткие видео, с которыми она делает ежедневно, своих откровений с Богом. И оно стало очень практичным для многих людей, поэтому очень много молодежь ее знает. Она также была Miss 2014 в Вашингтоне, но это как бы не главное, это стало платформой, как она начала как бы говорить многим девушкам. И она очень много говорит о святости, о чистоте, о том, о внутренней красоте, и что мы были рождены именно для этого времени, и что мы свет этому миру. И ее свидетельство очень сильное. И также она будет служить на этой конференции. Я знаю, что для многих девушек также это будет очень хорошим примером, как она, будучи вроде современной, но внутри... То есть, знаешь, Бог нас призвал жить в мире, но не быть как мир. И вот я вижу в ней такой образ, что она вроде живет в мире, среди таких же людей, но она не похожая на мир. То есть внутри ее есть вот это осознание, кто она в Боге, к чему она призвана. И она не стеснялась об этом говорить, когда даже была на этом competition. Поэтому я приглашаю абсолютно всех женщин любого возраста посетить нашу женскую конференцию, которая пройдет с 10 по 12 марта. Десятый вечер, 7 часов вечера начинается, и пятница, и суббота целый день. Семинары на различные темы. Вы сможете всю эту информацию узнать на нашем сайте mcg12.org или зарегистрироваться на конференцию по телефону, которую вы увидите, кстати, на экране, когда пройдет ролик. Я жду всех вас на конференции, и я знаю, что это будет благословенное время лично для меня и для каждой из вас. Спасибо всем тем, кто каждый год приходит на эти конференции, потому что организовывает наша церковь, но это праздник для всего города и для всех женщин нашего города. Также у нас будет очень много гостей с разных штатов, более 20 пасторов с разных городов также прилетают на эту конференцию. Поэтому мы ждем вас. Ну что ж, возлюбленная, спасибо за то, что Бог использовал тебя предоставить такую чудесную возможность женщинам быть на этой конференции, быть сильными, смелыми и красивыми. До встречи на конференции. Будь смелой, будь красивой, будь собой. С 10 по 12 марта состоится ежегодная женская конференция Bold and Beautiful с участием пастора Ольги Музычук. Он сотворил тебя, чтобы ты была тем человеком, на которого бы люди могли посмотреть и увидеть в твоих глазах, в твоей жизни, в твоем поведении, в твоей акции. Они могли увидеть Иисуса Христа. пастором церкви Хилсонг более 20 лет и ныне пастором церкви Динамо Верой Косевич. Когда люди смотрят на меня, они удивляются, почему я всегда такая живая, энергичная, веселая. Боже, Вера, у тебя, наверное, проблем в жизни нету. У тебя нет ни голода, ни жажды, ни засухи. Друзья мои, знали бы вы мои засухи? Я просыпаюсь утром, говорю, Бог, поливай меня. Эй, когда Бог поливает, потом расцветает твоя душа, расцветает твое настроение, расцветает твое отношение, расцветают твои слова. Бизнес-леди Светланы Спиваковой Оставайся в той земле, где я говорю, что я тебя благословлю, даже если мы совершим ошибки. Он не на это будет смотреть. Он не на это, не твои ошибки будут кричать к нему, но твое послушание, твоя верность будет говорить ему о том, благословлять ли тебя или нет. И мисс Вашингтон 2014, Элисон Роу. Регистрация на сайте церкви mcg12.org или по телефону 916-430-0500. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова